До второго тура игр в рамках первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги осталась пара тренировок. Казалось бы, все как всегда. Броски, разбор взаимодействия в защите и нападении, ускорение, отжимания за проигрыш. Но только спортсмены предельно собраны. Стараются на тренировке выполнить все, что говорит тренер. Ошибок в предстоящих матчах должно быть как можно меньше. Все соперники сложные. Со всеми у нас были проблемы и в прошлых турах. Надо бороться на подборе больше всего, потому что мы ниже всех соперников, которые будут против нас. Так что придется побороться за подбор. Мы сейчас как раз тренируем по страховке и все такое. Защиту больше всего и командное взаимодействие. Конечно, рассчитываем на командное взаимодействие, но есть игроки, которые могут обыграться один на один. Так что, конечно, с помощью, но они могут это делать. В предстоящем туре наши баскетболисты проведут пять матчей. Соперниками будут команды Новосибирска, Тольятти, Краснодара и уже знакомые по первому этапу сборные Красноярска и Ярославля. Все игры серьезные. Все команды будут бороться за победу. Конечно, все ставят себе задачу выйти в следующий круг из первых трех мест. Я считаю, что по тому баскетболу, который мы показали на прошлом туре, немножко не получилось борьбы в первой половине против Ярославля. Отпустили сильно, потом догоняли. Но я думаю, что в этот тур должны собраться, должны показать лучший баскетбол. Ко второму туру восстановился после травмы наш центровой Илья Широков. Выйдет на площадку, пропустивший все игры первого тура, защитник Станислав Нестеркин. Однако в полном составе «Союз» зрители пока не увидят. К сожалению, не без травм. Наверное, один из основных наших разыгрывающих травмирован Сергей Скоренин. Будем надеяться, что ребята возьмут на себя часть его функций, где-то дадут ему больше подмениться. Но я думаю, что все-таки команда готова к тому, чтобы полноценно выступить, показать игру свою и порадовать зрителей. Игры в рамках второго тура первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги начнутся 8 ноября. Все матчи пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». В расписании три встречи в день. Игры с участием зареченской команды 8 и 12 ноября состоятся в 18.30, 9, 10 и 13 ноября в 16.30. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».